День о Халкалаки переносится на первый день. Возле контрольно-пропускного пункта Баб-Эль-Хава произошло столкновение между сирийскими гражданами и турецкими пограничниками. Первая синтетическая краска в армянском Нагоре была использована в королевстве Иван. Силиконовая долина Кавказа ведущая итальянской СМИ рассказала о IT-сфере в Армении. 31 августа 1927 года умер преданный сын родины Андронико Занян, символ борьбы за освобождение Западной Армении. В тот день армянский народ потерял своего великого сына, кому еще при жизни посвятили песни и легенды. «Мы сохраняем память о славном герое армянского народа, продолжая его священное дело. Наш долг – завершить незаконченное дело Андронико и его единомышленников, освободить Западную Армению и воплотить в жизнь идею свободной, независимой и единой Армении. Покойся с миром, храбрый солдат Родины». В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны Республики Арцах Карен Абрамян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в данной сфере. Ранее запланированный на 31 августа праздник День города Ахилкалаки из-за дождливой погоды переносится на 1 сентября. Празднование 955-летия Ахилкалаки с субботы переносится на воскресенье 1 сентября по причине того, что завтра весь день по прогнозам синоптиков ожидаются дожди. 1 сентября празднования начнутся с 11 утра. Основные места празднования – городской сад Хас-Бахча и центр города – площадь Маштоца. На центральной площади будет праздничный концерт и колорфест. На празднование Дня города по тендерным документам ожидаются циркачи, канатоходцы, ходуны и клоуны, палатки с традиционной едой, велопробег и многое другое. Город будет празднично украшен. 30 августа днем мирные жители вышли к контрольно-пропускному пункту Баб-Аль-Хава турецкой армии на границе с требованием прекратить обстрелы и открыть его для передвижения гражданских в Турцию, в Европу, как сообщил Twitter-канал. Сотни мирных жителей прибыли из нескольких районов Идлиба. Пограничный переход Баб-Аль-Хава является единственным сухопутным переходом, связывающим провинции Идлиб и Алеппо с Турцией, и который был закрыт неделю назад. Турецкие пограничники также регулярно открывают огонь по местным, которые приближаются слишком близко. Турки были вынуждены стрелять в воздух, чтобы разогнать демонстрантов и применить против демонстрантов слезоточивый газ. К протесту присоединились беженцы из лагеря Хирбат-Аль-Джуз на контрольно-пропускном пункте у лагеря для беженцев. Демонстранты захватили военную технику и пересекли границу через коридор для персонала. Были сломаны ворота, после чего около сотни человек пересекли границу. Турки открыли по ним огонь, поступали сообщения о жертвах. Вечером в район прибыли боевики, боевики Тахрир-Ашам и развернули свой кордон на дороге к КПП. По данным источников, боевики открыли огонь по толпе демонстрантов. После подавления протеста с применением оружия, турецкие пограничные войска полностью закрыли для прохода контрольно-пропускной пункт у поселка Баб-Аль-Хава до дальнейшего уведомления. В результате археологических раскопок в районе крепости Аянис, построенной царем Руса II в царстве Ван, возле озера Ван найдены самые старые образцы искусственной синтетической краски в Армянском Нагоре. По словам экспертов, стена найдена во время раскопок, была окрашена этой краской около 2700 лет назад. Ранее эта краска была найдена в Египте и получила название «Египетский синий». Ведущая итальянской СМИ Районюс рассказала о сфере информационных технологий в Армении в материале под названием «Силиконовая долина Кавказа». Как сообщает «Арман Пресс», журналист Мартино Сениго посетил ведущие IT-компании, расположенные в Армении, и представил их инновации. Сегодня в Ереване, столице Армении, процветают многие стартапы и компании, многие из которых являются одним из мировых лидеров в своей области. Именно поэтому Всемирный форум информационных технологий пройдет в Ереване с 6 по 9 октября, отметил журналист. Журналист беседовал с министром иностранных дел Армении Зобра Мамана Цаканяном, посетил офис конференции WCIT-2019 в надзорский технологический центр, офис компании Renderforest, лабораторию Armat Smart Center Coaf и пообщался с сотрудниками. В своем развернутом репортаже Сениго также представил исторический обзор об Армении и армянскую культуру. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Ховик Грикуриан Андромики. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео, представленная на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!